Доброе утро, дорогие наши и самые любимые телезрители! На календаре вторник, 15 октября. Прекрасное настроение у нас. Я бы сказала, прекрасное оранжевое настроение, потому что студия у нас яркая и внутренний настрой у нас точно такой же. Мы с удовольствием поделимся им с вами, зарядим вас на позитив и, как я всегда люблю говорить, на добрую волну. А мы это Ирина Касарина и Всеволод Гимбут. Да, доброе утро, понедельник уже пролетел, на дворе вторник, хотя у меня почему-то стойкое ощущение, что на дворе понедельник. Вот таким незаметным оказался понедельник. На события, конечно же, он был заметен, но меня начинает радовать, что я потихоньку начинаю не замечать пролетающие мимо себя дни. Надеюсь, у вас они, если и пролетают, то ничего там необычного не бывало. Ну а я хочу, чтобы каждый день, который вы запомнили, отметился чем-то позитивным и исключительно позитивным. Ну, надеюсь, чуточку позитива внесем мы этим ранним утром. Ну и по традиции передаем слово прямо сейчас, прямо с утра нашим дорогим коллегам из информационного агентства. Сегодня в нашей программе мы обязательно расскажем, какие же праздники можно будет отметить сегодня. Ну и также выясним, что делает, ну, можно сказать, легендарный телеведущий Константин Ивлев в Ростове-на-Дону и как он отзывается о нашем городе. Ну а помимо этого расскажем о том, что новый футболист футбольного клуба Ростов Павел Мамаев уже успел забить свой первый гол за новый клуб. Правда, дозаявить его смогут только зимой. Ну и, конечно же, поговорим с нашими гостями о премьерах, которые совсем скоро состоятся в музыкальном театре Ростова. Ну и еще сегодня мы ждем в гости таракального хирурга Ивана Клец. Узнаем, что это за специальность такая и обсудим очень важную тему, которая касается, ну, можно сказать, практически каждой женщины. Обязательно оставайтесь с нами, узнаете много нового и интересного. Ах, как я люблю этот момент, когда наступает время для того, чтобы рассказать, какие же сегодня праздники можно отметить. Итак, сегодня, 15 октября, в этот прекрасный солнечный вторник, можно отметить такой необычный праздник, который называется День собирания осенних листьев. Сева, я уже начала этот праздник отмечать и приготовила тебе вот такой подарок. Я собрала листья для тебя. Сейчас, кстати, прекрасная теплая погода, можно взять свою семью, отправиться, ну, например, в Щепкинский лес и насобирать листья. Можно сделать гербарий, можно сделать какую-то композицию, просто провести время со своими детьми. Сева, отбери это тебе. Я тебя поздравляю с праздником собирания осенних листьев. Также сегодня Международный день мытья рук. Это то, что мы делаем каждый день, и каждый из вас это повторяет в течение дня, я надеюсь, неоднократно. Сейчас я должен был достать мыло? Нет, Севолод, мыло приготовила тебе я, мой дорогой, Севолод. Руки постоянно, чтобы они у тебя были чистые, потому что сейчас сезон гриппа и простуд, и руки нужно мыть, конечно же, как можно чаще. Также сегодня Международный день сельских женщин. Если ты думаешь, Севолод, что я сейчас достану тебе сельскую женщину, нет, сельской женщины у меня нет, но зато я точно знаю, что в русских селениях сельские женщины есть. И они олицетворение настоящей такой русской женщины. Также сегодня еще день импровизатора. Если вам хочется вдруг что-нибудь с легкостью импровизировать, то, пожалуйста, сегодня именно ваш день. И также сегодня еще 15 октября. Всемирный день борьбы с раком груди. Обязательно встретимся по этому поводу с нашим гостем, таракальным хирургом, который расскажет, как быть женщинам, которые столкнулись с этой проблемой, и как эту проблему можно предотвратить. Ира, я за несколько дней понял, что ты действительно умеешь и, судя по всему, любишь удивлять. Особенно если речь идет о том, чтобы удивить в прямом эфире. Я тебе обещаю, что когда будет праздник собирания каких-нибудь шишек, я принесу тебе целый пакет. Ты ответишь мне. У нас будет один-один. Кстати, есть еще те, кто удивляют, а конкретно это 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа, потому что более 30 единиц боевой авиационной техники установят на площадках филиалов парка «Патриот» и в воинских частях. Такое решение принял командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Боевую технику, естественно, списали. Около половины авиационной техники уже доставлено к местам установки в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Северной Осетии, Инставрополье и Кубани, а также в Севастополе. Для доставки авиатехники были задействованы автомобильные тралы и вертолеты военно-транспортной авиации Ми-26. В парках «Патриот» появятся истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-24, военно-транспортный самолет Ан-26, а также вертолеты армейской авиации Ми-8, Ми-9 и Ми-24. Всего на территории Южного военного округа 50 площадок филиалов парка «Патриот». В Ростовской области парк находится у Самбекских высот. Ты знаешь, вообще парки – это хорошо, тем более если в парке можно посмотреть что-то невероятно интересное. Как по мне, то боевая техника, тем более если это авиация, это невероятно интересная вещь. Но парки в первую очередь – это что? Это зеленые насаждения. И вот совсем скоро вокруг Ростова появится зеленый пояс. Ростов опояжут лесополосами общей площадью 10 тысяч гектаров. Такое решение было принято во время слушаний в общественной палате Ростова-на-Дону. Предполагается, что создавать лесополосы, которые будут защищать город, конечно же, от ветра, будут в границах шести муниципалитетов Ростовской области. В том числе, конечно, и Новочеркасска, и Батайска, и многих других. В лесополосах запретят вырубку деревьев, сброс мусора и отходов, а также капитальное строительство. Точные сроки и объем инвестиций пока неизвестны, но в любом случае решение принято, и значит ждем наш зеленый пояс. Мне кажется, что люди, которые живут не так далеко от этого зеленого пояса, точно смогут там позаниматься зарядкой. Но потому что чем же еще заняться на свежем воздухе, тем более если погода благоволит. А вот как нам сделать зарядку удобно, а самое главное не трать очень много времени на это, узнаем прямо сейчас. Мало встать рано утром, важно проснуться, но просыпаться нужно правильно и вместе с нами. Доброе утро, Ильчин. Доброе утро, Юлия, это вам. Поможете сегодня всем телезрителям нашего телеканала проснуться? Обязательно. Доброе утро всем, кто проснулся. Сегодня покажу комплекс упражнений для утренней зарядки. Вам понадобится какой-нибудь предмет, не обязательно мячик, но можно использовать мячик, сковородку, тарелку, книжку, бутылку с водой. Чтобы вес был 3 килограмма. Не обязательно 3 килограмма, да. Можно и 2, можно и 3, но тут уже каждый выбирает для себя, у кого сколько сил. Что нам нужно? Встать. Да, ноги чуть шире, чем ширина плеч. Первое упражнение – это упражнение вращения вокруг головы. Выпрямляем руки, да. Это включает полностью весь торс, все мышцы, спины, пресса, косые, прямые руки. Делаем 6 повторений на одну сторону, затем меняем, обязательно меняем на другую сторону. 6 повторений. Темп можно выбрать чуть быстрее, чуть медленнее. Даже сломаться же можно. Нет, 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 не обязательно, сломаться не нужно. Следующее упражнение. Мы отводим мячик, это динамическое упражнение. Выводим его вперед, потом сгибаем предплечье на себя, разгибаем предплечье и на другую сторону. Спинку при этом держим ровно, поворачиваемся за счет тазобедренных суставов. Раз, два. Всего в общей сумме на 8 повторений. Можно чуть быстрее. Давайте покажем. Вот она. Отлично. На 8 повторений. Следующее упражнение. Выпрямили руки, мощно стоим на ногах, стопы прижаты к полу, разворачиваемся в стороны только за счет торса. То есть бедра не поворачиваются. Раз, в одну сторону. Два. Тут включаются у нас мышцы косые, косые мышцы пресса, спина, плечи. Как дышать? Выдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Тут, в принципе, можете дышать и так, и так. В любом случае, будет правильно. Следующее упражнение. Опускаем мяч, делаем присед. В момент подъема поднимаем руки, чтобы включить передние дельты. Снова опускаемся вниз. Да. При этом следим, чтобы ваши колени за носки далеко не уходили. Полностью все стопы прижаты к полу. Спина ровная, прогиб в пояснице. На 6-8 повторений. И еще одно заключительное упражнение. Упражнение выпад. Правую ногу поставили вперед. Мяч перед собой. Делаем выпад. И в момент подъема отводим бедро вперед и вытягиваем руку. Да. Такое вот упражнение на координацию, на стабилизацию. Можно первое время не спешить. Сделали 6 повторений на одну ногу. Потом переключили. Поменяли ногу. И сделали точно так же на другую. Выпад. Выпад. Отлично. Как работать? Можно сделать этот весь комплекс в 4 или 3 круга. Либо просто поставить таймер на 10 минут. И в течение 10 минут работать круг за кругом в наиболее комфортном для вас темпе. Была отличная зарядка. Мы проснулись, взбодрились и сейчас готовы идти и покорять этот мир. Да. Идти и покорять этот мир готовы не только мы после зарядки с Юлией Алексеевой, но еще и предприниматели Дона. Потому что сегодня у них состоится грандиозное и масштабное мероприятие. В Ростове-на-Дайну пройдет бесплатный форум для предпринимателей. Состоится он сегодня в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Называется он «Мой бизнес». Мероприятие состоится в Конгресс-холле ДГТУ и соберет, представьте себе, ни много ни мало порядка полутора тысяч человек. Основными темами однодневной программы станут особенности открытия бизнеса с нуля и меры господдержки предпринимательства. Более 10 спикеров форума поделятся историями успеха, правилами жизни успешных предпринимателей и построения эффективной команды, а также многим и многим другим. На мероприятия приглашены представители федеральных и региональных органов власти, лидеров мнения, а также действующие бизнесмены. Ну, стоит отметить, что форумы «Мой бизнес» пройдут до конца года вообще по всей территории России. На них расскажут, как открыть свое дело, сделать успешнее уже существующий бизнес, где взять мотивацию и как, собственно, стать успешным предпринимателем. Я думаю, важно знать не только, где взять мотивацию, но и где взять капитал для того, чтобы свой бизнес развивать. И вообще это очень прекрасно, что у нас в Ростове-на-Дону проводятся такие мероприятия, такие форумы, потому что молодых предпринимателей много, людей, которые хотят создавать свой бизнес тоже очень много, и иногда им не хватает именно совета людей, которые уже достигли определенных высот. И вот, пожалуйста, как говорится, все к вашим услугам сегодня для вас такое мероприятие состоится. Но ведь самое главное, что бизнес – это ведь двигатель экономики. Все верно. Но еще одна очень важная информация для маломобильных граждан Ростовской области. Уже на этой неделе рабочая группа приступит к инспектированию улиц, чтобы проверить территорию и объекты потребительского рынка, а также объекты культуры на предмет доступности маломобильных граждан. Дело в том, что у нас в Ростове-на-Дону хотят создать специальный туристический маршрут для маломобильных граждан. Также планируется, что приспособленными должны стать не только туристические программы, но и музеи, магазины, кафе и салоны красоты. Отмечается также, что во все эти места должен быть доступ людей в сопровождении собак-поводырей. Ну, также рассматривается вопрос о необходимости выделения и использования автобусов, в которых есть специальные крепления для фиксации инвалидных колясок, а также видеоэкраны и аудиооборудование для плохо слышащих людей. Вот с такой важной информацией мы познакомили вас сейчас. Впереди у нас еще ее очень-очень много. Ну, а чтобы всю вы смогли усвоить, вам, конечно же, нужно хорошо и вкусно позавтракать. Об этом сейчас поговорим. Рулетики из баклажанов. Подготовьте 2-3 баклажана, 15 мл оливкового масла, 200 г томатного соуса, 20 г твердой моцареллы. Для начинки вам понадобится 2 столовые ложки обезжиренного творога, 200 г рикотты, 40 г твердой моцареллы, соль и перец по вкусу, а также базилик для оформления. Разрежьте баклажаны вдоль на 11 ломтиков, толщиной примерно полсантиметра. Равномерно смажьте ломтики баклажанов с обеих сторон оливковым маслом. Обжарьте на среднем огне каждую сторону примерно по 2-3 минуты. Смешайте все ингредиенты для начинки. Залейте форму для запекания томатным соусом. Выложите 1 чайную ложку начинки на край ломтика баклажана и сверните плотный рулетик. Затем выложите их в форму с томатной пастой и посыпьте тертым сыром. Отправьте рулетики в разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут на образование сырной корочки. Дайте рулетикам немного остыть и подавайте к столу. Приятного аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а после плотного завтрака, по традиции, нужно выезжать на работу. Кстати говоря, по поводу выезжать на работу. Ира, у тебя права есть? Нет, у меня нет прав. Я не умею водить автомобиль. К вашему же счастью. Дорогие наши телезрители, которые потом выходят на улицу. И я хочу просто избежать этого момента, когда мне все сигналят и говорят, да где ж ты взяла эти права. Поэтому нет. Несмотря на то, что мне кажется, что ты будешь отличным водителем, мне очень нравится тот момент, что сам себя не похвалишь. Никто тебя не похвалит. Но вот информация как раз для тебя, российских водителей, проверят на хронический алкоголизм. Россияне, желающие получить автомобильные права, должны будут пройти новый медицинский тест. Для получения медсправки будущих водители обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь на карбогидрат-дефицитный трансферин-маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер. Меня сейчас немного насторожило, что ты сказал, что эта новость как раз только для меня. Так вот, изменения коснутся как впервые получающих водительского удостоверения, так и тех, кто был лишен права управлять транспортными средствами. Соответствующий приказ был принят Министерством здравоохранения и сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции. Кстати, это, конечно, все будет не бесплатно. Цена такого анализа в Москве колеблется в районе 2,5-3 тысяч рублей. Сколько это будет стоить у нас в Ростовской области, пока неизвестно. Данный анализ станет обязательным и подорожает при этом, скорее всего, на несколько тысяч. По данным ГИБДД России, за 6 месяцев 2019 года было выявлено более 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения. Поэтому меры, которые сейчас принимаются, вполне оправданы. Мне кажется, они не только оправданы, а их, ну, возможно, даже стоило ввести уже давно. И они исключительно позитивно скажутся на том, как в Ростове, да и вообще во всей России, люди будут ввести себя на дороге. Сейчас мы вынуждены ненадолго прерваться, но совсем скоро мы вернемся к вам с новой порцией новостей. В нашу Донскую столицу приезжает большое количество людей. Кто-то приезжает сюда отдохнуть, полюбоваться нашими природными красотами, а кто-то приезжает сюда поработать. Как, например, известный российский телеведущий Константин Ивлев, который прибыл в Ростов 10 октября для того, чтобы снять здесь свое очередное кулинарное шоу. Оно посвящено различным заведениям, где он, ну, можно сказать, спасает их, реставрирует их и дает им новую жизнь. И какое заведение на этот раз будет спасать Константин, пока неизвестно. Это держится в большой тайне, но зато карты он раскрыл по поводу своего отношения к нашему родному городу. Константин настолько был впечатлен его центральным рынком, что даже записал по этому поводу видео. А я пришел на рынок. Опа. И подписал он это видео «Самый-самый крутой рынок России». Ух, добавил Константин, ну, невозможно с этим не согласиться, потому что центральный рынок в Ростове – это какая-то, я не знаю, это особая атмосфера. Ты, когда туда попадаешь, вот это буйство красок, яркие овощи, фрукты, рыба, сыры, мясо – это же просто загляденье. Если ты поднимаешься на второй этаж и смотришь на это все сверху, то вот это буйство красок просто пробуждает в тебе невероятный аппетит. И хочется скорее все купить и съесть. Сева, как давно ты был на центральном рынке? Я был на центральном рынке последний раз достаточно давно, и у меня на это есть одна очень важная причина. Последний раз, когда я попал на центральный рынок, мне настолько все понравилось, что я там заблудился. Я заблудился. Во-первых, я реально не мог найти выход. А во-вторых, мне настолько все нравилось, что я и не особо его-то и искал, если быть честным. Там настолько добрые продавцы, которые все говорят «попробуй, попробуй, попробуй». Я в тот день не завтракал, и это было моим спасением. И ты позавтракал прямо на рынке. Ну действительно, потому что это место, оно какое-то манящее, там можно не просто заблудиться, там, я думаю, еще можно оставить всю свою зарплату, потому что действительно хочется потрогать и пощупать все. Ну мы рады, что Константин оценил наш ростовский центральный рынок. Ну, если кто-то вдруг потратил зарплату на то, что продается на рынке, например, если это ягоды, то можно на зиму сделать варенье. Если же всю зарплату вы не потратили и готовите ее для того, чтобы поехать куда-нибудь отдохнуть, то есть радостная новость для вас. Совсем скоро, ну как совсем скоро, через пару месяцев на новогодние праздники из Ростова запустят прямой поезд до Розы Худро. И хочу напомнить, что новогодние праздники у нас будут с 1 по 8 января, 30 декабря и 31 декабря – это рабочие дни, поэтому в случае чего придется брать даже отпуск. Состав «Лыжная стрела» будет курсировать с 20 декабря по 7 января, а в новогодние праздники жители Ростова смогут прямым поездом добраться до горнолыжного курорта. Кстати говоря, всем любителям зимнего спорта обещают дополнительное место для перевозки инвентаря. Вот это невероятно хорошая новость. Это не просто хорошая новость, это очень удобная новость, очень удобная, да, правильно, очень удобная новость, потому что многие жители Ростовской области любят кататься на лыжах и делают это с удовольствием, и теперь это делать станет гораздо проще. Ну а самое главное, что курорт Роза Худро уже вошел в историю нашей страны, всем известная эта причина, конечно же, Олимпиада, а чем еще запомнился вот именно этот день, 15 октября, давайте узнаем прямо сейчас. 15 октября 1791 года в крепости Дмитрия Ростовского открылась почтовая контора области войска Донского. Она размещалась на территории нынешнего Покровского сквера. 15 октября 1907 года родился Павел Литвинов, герой Советского Союза. Он воевал на Южном, Северокавказском, Юго-Западном, Воронежском и Первом Украинском фронтах. Был четырежды ранен. Звание героя майор Литвинов удостоен за отвагу, мужество и храбрость, проявленные в боях при форсировании Днепра. Именем героя названа улица в Ростове. Также в этот день, в 1934 году, в Ростове начала свой первый сезон, недавно открытая краевая государственная филармония. Ну вот чем запомнился этот день в истории нашей страны. Но, как мы все знаем, Ростов это место, которое достаточно часто становится, ну скажем так, рекордсменом и отмечается в истории. И вот у нас появился еще один повод. Как мы уже говорили ранее, в Ростове может открыться самое высокое колесо обозрения. Сейчас же уже для него подбирают место. Появиться это колесо может в парке Левобережном. Правда, сначала для строительства рассматривались три парка. Это парк имени Горького, Левобережный и имени Островского. С предложением построить колесо в городскую администрацию обратилось Агентство инвестиционного развития Ростовской области. Парк Левобережный это наиболее перспективная зона. Здесь планируют развивать спортивный кластер. Появится также аквапарк. К тому же там есть шанс попасть в историю и поставить самое большое колесо обозрения. Мне кажется, что если это выполнится, то Левобережный точно станет чем-то большим, чем просто парк для нашего города. Ну, кстати, в парке имени Горького построить колесо невозможно, потому что это противоречит градостроительному законодательству. А вот строительство объекта в целом может занять порядка года. При этом инвестор, представьте себе, сам будет производить необходимое оборудование, устанавливать его, а потом, конечно же, и управлять этим колесом и зарабатывать на этом, думаю, немалые деньги. Сейчас самое высокое колесо обозрения России находится в Лазаревском. Его высота составляет 83 метра. В южной столице колесо обозрения тоже есть, и не одно, есть оно в нескольких парках. Ну, и самое высокое, конечно, это колесо обозрения в парке Революции, которое называется Одно Небо. Его высота составляет 65 метров, и сейчас оно занимает третье место в стране по величине. Будем надеяться, что уже в скором времени в нашем городе появится колесо обозрения, которое станет первым во всей России, побьет рекорды. Но это не единственная новость, которая сегодня может ошарашить. Не так давно, буквально на днях, в Ростове произошел очень интересный случай. В принципе, ну, если рассказать коротко, то это обычная драка. Драка между людьми на улице. Но самое интересное, это причина. Вот, Ира, почему можно подраться с человеком на улице? Ну, можно не поделить дорогу, можно не поделить, в конце концов, женщину. Много чего можно не поделить. Один разбил другому банку варенья. Это был Карлсон. Ситуация, на самом деле, одновременно и комичная, и ужасная. Ужасная, потому что драка все-таки состоялась, комичная, потому что состоялась она действительно из-за банки варенья. История там такова. Двое ребят пришли в одно из заведений города, очень громко шумели, буянили их, естественно, попробовали вывезти. Они были нетрезвые, очень нетрезвые, судя по тому, что рассказывают, и в результате один упал, а у него в пакете была та самая банка варенья. И он ее разбил. Друг резко откинулся от всех, кто нападал на него и на его друга, и принялся избивать друга за разбитую банку варенья. Это ж насколько надо любить варенье. Я хочу призвать вас всех к толерантности. Уважайте друг друга, не ссорьтесь, не деритесь, не наносите друг другу увечий. И хочется сказать словами кота Леопольда, ребята, давайте жить дружно. Но на самом деле то, что он банку варенья разбил, не так страшно, потому что погода еще благоволит, и можно сделать еще пару банок. Давайте прямо сейчас узнаем, сколько еще продлится теплая погода в Ростове. Новая неделя на Дальнем Востоке начинается со снега и порывистого ветра. А в Ростовской области с ясной солнечной погодой и комфортным прогревом воздуха для середины октября. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Во Ближской и Морозовске на смену пасмурному утру придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Днем 22 со знаком плюс и 10 градусов выше нуля ночью. Хмурое утро в Миллерово плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Плюс 17 днем и 9 градусов тепла ночью. В Тарасовском днем ясно до 19 тепла ночью плюс 8 градусов. В Новочеркасске, Шахтах, а также Волгодонске градус в градус, как и Семикаракорске. Среднесуточные температурные показатели составят от 8 до 21 градуса со знаком плюс. В Таганроге и Азове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночные показатели составят 8 градусов тепла. В Ростове на Дону и Батайске небольшая облачность, днем плюс 21, ночью 9 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все о погоде. Счастливой вам осени и как можно больше радостных моментов в вашей жизни. С вами была я, Вера Шульга. До встречи. В Ростове погода благоволит, и благоволит не только для того, чтобы делать варенье, как мы сказали раньше, но и для занятий спортом. Кстати, если говорить о спорте, не так давно сборная России выиграла у сборной Кипра 5-0. И мы впервые за два тура до окончания отбора на чемпионат Европы пробились на этот самый чемпионат Европы. Это достижение поистине историческое, и будем надеяться, что наши ребята также феерично будут выступать на самом чемпионате Европы. Правда, впереди еще есть два отборочных матча. Один с Бельгией, с ней мы будем сражаться за первое место в группе. И один с Сан-Марина. Ну, Сан-Марина – карликовое государство в футболе. Поэтому с Сан-Мариной не хочу сказать, что не будет проблем, но это будет не такой сложный матч, как с Бельгией. И пока часть футболистов Ростова отправилась в сборную для того, чтобы играть за нашу национальную команду, другая же часть осталась в Ростове и играла с молодежкой нашего клуба. Футбольный клуб Ростов провел двухстороннюю игру основного состава и молодежного состава. Матч прошел на поле стадиона «Олимп-2», всеми нами любимого. И соперником остатков основного времени состава стала молодежная команда клуба. Игра завершилась победой основы со счетом 3-1. Я поняла одну очень важную вещь сейчас, Всеволод. Кого бы мне не посадили в напарники, с кем бы я не встречала утро, этот человек обязательно должен знать о футболе все. Потому что моя любимая и обожаемая Юля Алексеева может говорить о нем часами и вставить где-то что-то в свое слово очень сложно. Я поняла, что, видимо, это заранее. Тогда нас нельзя с Юлей сажать вместе, иначе мы не остановимся никогда. Иначе весь эфир будет посвящен футболу. Итак, игра, о которой говорил только что Всеволод. Первым голом за свою новую команду отметился там полузащитник Павел Мамаев. Он провел на поле около 35 минут. Также голами отличились Александр Саплинов и Данила Прошляков. Напомним, что Павел Мамаев подписал контракт с Ростовом в конце сентября. Однако играть в РПЛ он сможет только со следующего года, когда клуб сможет дозаявить его. В общем, надеемся, что Павел будет так же забивать голы за футбольный клуб Ростов, но уже во второй части нашего чемпионата, который зимой стартует, когда его смогут дозаявить. Но у нас совсем скоро гость в студии. Да, мы ожидаем хирурга, главного тракального хирурга Министерства здравоохранения Ростовской области Ивана Клеца. Обсуждать будем с ним сегодня очень важные моменты здоровья, которые касаются каждой женщины. Оставайтесь с нами, не переключайтесь и получайте важную полезную информацию. Наше утро продолжается и напоминаем, что сегодня, 15 октября, Всемирный день борьбы с раком груди. И по этому поводу к нам пришел Иван Клец, главный тракальный хирург Министерства здравоохранения Ростовской области, который даст ответы на очень важные вопросы. Иван, доброе утро. Иван, ну расскажите для начала, кто такой тракальный хирург? Тракальный хирург – это специалист, который занимается диагностикой и лечением заболеваний органов грудной клетки, а также молочных желез. То есть все, что касается расположения, вот здесь, это по вашу, как говорится, душу, да? Да, как будто. Иван, как часто к вам обращаются женщины, у которых диагностирован рак молочной железы? С каждым годом уровень заболеваемости рака молочной железы увеличивается. Так, с 1985 года рак молочной железы в структуре заболеваемости онкологических болезней у женщин вышел на первое место. И в настоящее время заболеваемость рака молочной железы составляет 21% от всех онкологических заболеваний у женщин. А это с чем-то связано? Это связано с изменением образа жизни, по большому счету, в связи с тем, что в настоящее время сократились сроки вскармливания, а также отказы полностью от грудного вскармливания. А действительно говоря, да, что если женщина кормит грудью, и чем дольше она кормит, тем больше это защищает ее от вероятности получить такой диагноз? Да, это так, потому что молочная железа предназначена для того, чтобы кормить. И кормление – это основная ее функция. И так как если ликвидировать эту функцию, то вероятность развития рака увеличивается значительно. Скажите, пожалуйста, а кто находится в зоне риска? Да, ну мы уже выяснили, это женщины, которые отказываются от грудного вскармливания. Еще кто? Также в зоне риска находятся женщины с ранней менархи. Это до 12 лет с ранним началом менструального цикла. Также женщины с поздней менопаузой, старше 55 лет. Наследственный фактор предрасполагает к этому. То есть все-таки это заболевание, которое может передаваться по наследству? Вот не то, чтобы передаваться по наследству, сколько есть предрасположенность к этому. Затем также влияние внешних факторов среды, таких как курение, злоупотребление алкоголем. И наличие таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет и гипертоническая болезнь. А как часто нужно обращаться женщине к мамологу? Как часто нужно обследоваться? Всем женщинам после 20 лет рекомендуется проходить консультацию мамолога не реже одного раза в два года. После 40 лет один раз в год. Также всем женщинам после 20 лет рекомендуется проводить самообследование ежемесячное. Их должно настораживать наличие уплотнений, опухолевидных образований. Какие анализы необходимо сдавать? Есть какой-то список, перечень или это подбирается индивидуально? При выявлении, при самообследовании каких-либо симптомов женщинам необходимо делать УЗИ молочных желез. При выявлении какой-либо патологии необходима функционная биопсия, образование. Насколько опасно вообще это заболевание? Как любое онкологическое заболевание, при поздней диагностике оно приводит к летальным исходам. А есть ли какие-то превентивные меры? Ну, помимо того, что можно самодиагностироваться и необходимо вообще приходить к врачу, можно ли как-то защититься? Как таких профилактических мер не существует, да? Вот только ранняя диагностика помогает и выявлению, и к хорошим результатам лечения. Иван, вы говорите, при поздней диагностике это может быть результат такой, как летальный исход. Скажите, оно может протекать бессимптомно, то есть женщина может вообще не замечать его? Чаще всего симптоматика появляется в третьей-четвертой стадии заболевания, когда появляются боли, либо уже извязление на коже. И вероятность метастазирования в данной стадии заболевания очень высока. Скажите, а молодые женщины часто подвержены этому диагнозу, этому заболеванию? В структуре всего данного заболевания процент молодых женщин составляет около 20%, это женщины до 40 лет. Ну, то есть не так уж и много, да? Не так много, но с возрастом после 40 лет вероятность возникновения рака молочной железы увеличивается каждые 5 лет на 5%. Скажите, а часто ли бывает у вас на практике такое, что еще можно помочь женщине, либо уже к вам попадают те, кто уже на такой стадии, когда помочь уже сложно? Нет, чаще всего попадают женщины, у которых ранняя диагностика данного заболевания, и основным методом лечения является хирургический метод лечения, и очень хорошие проценты результатов лечения. Скажите, а женщина, которая все-таки вот, как правильно это сказать, когда, по-хирургически правильно, когда одну грудь приходится все-таки удалить, да, как они потом восстанавливаются? Даже вот психологический какой-то момент? Да, основным фактором здесь является психологический, психологическая составляющая данного заболевания, да, так как операция является калечащей и эстетически невыгодной. Вот, поэтому, как бы, здесь стоит вопрос о том, по большому счету, ну, сохранении жизни. То есть из двух зов выбирает все-таки меньше, а все мы помним, да, историю с Анжелиной Джоли, которая когда-то в свое время, чтобы не допустить каких-то более серьезных последствий, вот выбрала такой вариант и исход. Как бы, да. Скажите, а у нас такие случаи бывали? Вот изучение генов, при наличии которых вероятность развития рака молочной железы, по крайней мере, у нас не было. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что многие онкологические заболевания, они достаточно сложно диагностируются, то есть они проявляют свои симптомы уже в конце, и увидеть, заметить их достаточно тяжело при общих каких-то анализах. Если мы говорим о раке молочной железы, насколько сложно его диагностировать, если человек просто пришел, ну, проверить? На ранних стадиях диагностика происходит путем либо же выполнения УЗИ молочных желез, либо маммографии. А когда проявляется симптоматика, то тогда уже это достаточно запущенный случай. Есть ли возможность лечения без хирургического вмешательства, если мы говорим о том, что у человека нашли на первой стадии, на второй? Да. Основным методом, повторяю, является хирургический метод лечения, да, в той или иной степени выраженности и объема операций. И уже в последующем это либо же гормональная, либо химия-лучевая терапия. Подскажите, у вас были какие-то необычные случаи в вашей практике? Ну, самые необычные случаи – это вот наличие рака молочной железы у девочки 13 лет. В таком раннем возрасте это возможно? Да, и такое бывает. А также выявлялся рак сразу двух молочных желез другой пациентки. И так как у мужчин железистая ткань тоже есть, то и рак грудных желез также встречается и у мужчин. А как часто такое случается? Я сейчас испугался. Это всего лишь в одном проценте случаев всех раков. А у нас в Ростовской области были такие случаи? А как это диагностировать у мужчины? Это выявляется при самообследовании, появляются боли, нагрубания сосков и с последующей деформацией. То есть, получается, симптомы практически такие же, как и у женщины? Такие же, как и у женщины, да. Только у мужчины, наверное, их гораздо проще заметить? Только количество железистой ткани у мужчин гораздо меньше. И отсутствие жировой клетчатки выраженной позволяет это заметить. Все будет хорошо. Иван, подскажите, мы поняли, что все-таки примитивных мер каких-то нет, но давайте еще раз повторим для наших женщин. Как часто нужно приходить к маммологу? Как часто нужно проверять свою грудь? Самообследование женщины должны заниматься после 20 лет ежемесячно. Посещать маммолога с 20 до 40 лет как минимум один раз в два года. После 40 лет проходить УЗИ или маммографию один раз в год и посещать маммолога один раз в год. Спасибо вам большое, Иван. Напоминаем, что сегодня Всемирный день борьбы с раком груди. По этому поводу мы поговорили сегодня с главным таракальным хирургом Министерства здравоохранения Ростовской области Иваном Клет. Привет, спасибо вам огромное, дорогие женщины. Не забывайте вовремя обследоваться, относитесь внимательно к своему здоровью. Как выяснилось, не только женщины, но и мужчины подвержены этому... Что определенно стало удивлением. Этому заболеванию. Должны отметить. Да. Проходите обследование регулярно и самое главное, будьте здоровы. Мы вновь возвращаемся в студию утреннего телеканала Ростовской области. Всем, кто к нам присоединился, только что доброго утра и отличного вам дня. Ну а мы продолжаем рассказывать вам самые интересные новости, которые к нам поступили. Подземный переход на Буденновском-Московской отреставрируют в следующем году. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. Ремонт одного из самых больших подземных переходов города, Буденновский-Московская-Станиславского, запланирован уже на следующий год. Сейчас там ведется подготовка к реставрации, в результате которой некоторые ларьки в переходе оказались демонтированы. Уже убрали часть торговых точек в переходе у центрального рынка, чтобы открыть мозаичное панно перед их реставрацией. Как сообщили на сайте администрации, после ремонта переход оборудуют вертикальными подъемными платформами по типу лифтового для маломобильных ростовчан. Напомним, в июне этого года в подземном переходе на Московской открыли мозаику с будущим Ростова. Да. Ну, в Ростове открыли мозаику с будущим, а я вот, например, недавно видел, что в Японии, в нашем понимании, будущее уже пришло. Так как все мы знаем, что Япония страна очень удивительная и для нас странная, подземные переходы там тоже больше зачастую, чем у нас. И в одном из них поставили чудесного робота. Как ты думаешь, зачем? Ну, наверное, он помогает ориентироваться. Бинго! Он помогает ориентироваться и найти путь к тому месту, куда вы проложите. В общем-то, это сделано для того, чтобы в толпе людей не потеряться и понять, в какой выход из подземного перехода тебе надо пойти. И, кстати, нам с вами тоже потихоньку пора уже переходить к робототехнике. Тем более, что специальность такая есть. И средняя зарплата инженера робототехника в Ростове составляет 56 тысяч рублей в месяц. Так аналитики проанализировали зарплаты инженеров робототехников в 70 крупнейших городах России, в том числе и в Донской столице. Инженер робототехник в Москве получает в среднем 90 тысяч рублей в месяц. А заработок его коллег в Санкт-Петербурге равняется 74 тысячам рублей. В других крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей. Итак, Воронеж – это 51 тысяча рублей, Астрахань – 43, Краснодар – 58, Сочи – 67, Элиста – 50 и Ставрополь – 49 тысяч рублей в месяц. Ты знаешь, эта профессия действительно является профессией будущего. И я думаю, что многим молодым людям стоит задуматься, чтобы учиться именно на этой специальности. Как ты думаешь, что важно инженеру робототехнику? Я думаю, ему важно завтракать по утрам правильно, например, это важно каждому. А еще ему важно быстро работать на клавиатуре и набирать важные комбинации. Если вы тоже хотите освоить этот навык, оставайтесь с нами и узнаете, как же это сделать. В этом видео мы расскажем вам о методе слепого 10-пальцового набора. Освоив этот метод, вы сможете научиться быстро печатать на клавиатуре. Расположение клавиш. В течение 10-15 секунд смотрите на один из трех рядов клавиатуры, содержащих буквы. Затем попробуйте воспроизвести их в правильном порядке на листе бумаги. Далее попробуйте на клавиатуре набрать весь алфавит от А до Я. Делайте это до тех пор, пока у вас не начнет получаться достаточно быстро. Эти два упражнения помогут вам запомнить расположение клавиш. Расположение пальцев при слепом наборе. Суть метода заключается в том, что за каждым пальцем обеих рук закреплены определенные клавиши. Это не случайно. На любой клавиатуре расположение букв и символов спланировано конкретно под метод 10-пальцевого набора. Нужно просто запомнить, какие клавиши соответствуют пальцам правой и левой руки. Исходная расстановка пальцев. Исходное расположение пальцев рук должно быть следующим. Пальцы левой руки должны располагаться на клавишах F, Y, V, A от мизинца до указательного пальца. Пальцы же правой руки на клавишах O, L, T, G от указательного пальца до мизинца. Ритм печати. Ритмичность в обучении быстрой печати играет важную роль. Нажатие на клавиши должно происходить через одинаковые отрезки времени. Соблюдая ритм, вы скорее достигнете автоматизма печати. Практикуйтесь, пользуясь нашими советами. И со временем ваша скорость печатания значительно возрастет. Ну вот я знаю как минимум еще одну специальность, которой точно нужны навыки быстрого набора на клавиатуре. Это футбольные скауты, потому что им нужно находить, договариваться с игроками, просматривать их, отчеты писать. И, кстати, совсем скоро у футбольного клуба Ростов вся эта система будет еще более отлаженной, чем сейчас. Потому что Ростов объявил о закупке профессиональной скаутской системы Уискаут, предназначенной для поиска футболистов по всему миру. Об этом, кстати, говорится на сайте госзакупок. Платформой скаутинга можно будет пользоваться до декабря 2020 года. За предоставленные услуги ростовский клуб заплатит 14 тысяч евро. Это почти 1 миллион рублей. Итак, что же такое скаутская система и для чего она нужна? Скаутская система содержит обширное онлайн-досье на всех футболистов из всех футбольных первенств, начиная от представителей европейских топ-чемпионатов и заканчивая игроками из низших футбольных дивизионов. Сведения, конечно же, там регулярно обновляются. По условиям договора сотрудники Ростова получат доступ к записям голов, информации о футболистах, отчетам об игроках, доступ к видеоматериалам, составленным из одного или нескольких матчей, а также доступ к информации об основных характеристиках футболиста. С помощью видеороликов, имеющихся в ее базе, тренеры и спортивные директоры футбольных клубов всего мира имеют возможность ознакомиться с манерой игры спортсмена, которая их интересует. Также в системе содержится информация о 220 тысячах игроков со всего земного шара, что делает Уискаут крупнейшей скаутинговой системой, а пользуется ей более 450 клубов всего мира. Сева, неужели нельзя просто взять и воспользоваться обычной поисковой системой, чтобы узнать все голы и вообще всю информацию о футболистах? Зачем нужно тратить такие деньги на эти системы? Ну, понимаешь, нельзя просто зайти в какую-нибудь поисковую систему, вбить имя футболиста, и тебе выдает сразу его все характеристики. Естественно, нужно проводить тяжелую работу, скажем так, для этого. Есть специальные люди, которые смотрят, как быстро человек бегает, как он выкладывается, какие физические нагрузки он может вынести. Ты меня уговорил, Сева. И так далее, и так далее, и так далее. Это целая система, которую нельзя просто вот так взял и нашел. Я тебя поняла. Но есть еще одна такая целая система, которая связана с нашим земляком Василием Бакуленко, он же Баста, потому что он заявил о желании, как мы уже все знаем, возродить футбольный клуб «Скар-Астов», и он может получить в клубе руководящую должность. Речь идет о назначении рэпера на пост президента или генерального директора армейского клуба. Если он займет официальную должность, то Баста сможет полноценно руководить проектом по укреплению позиций СКА на спортивной арене. Но это, конечно же, не может не радовать, в силу того, что у нас давно было два сильных футбольных клуба в регионе. Сейчас хотелось бы возродить эту невероятно хорошую традицию. Ну а спортсмены – это что это? В первую очередь, здоровье. Самое главное – здоровье у наших детей. Сейчас поговорим о лечебной физкультуре. Часто родители решают отдать своего ребенка на лечебную физкультуру. Регулярная физическая нагрузка способствует гармоничному развитию ребенка и снижает частоту простудных и других заболеваний. В этом выпуске я дам вам несколько советов, если вы решили отдать своего ребенка на лечебную физкультуру. Для начала проконсультируйтесь со специалистом. Можно ли вашему ребенку заниматься ЛФК? Нет ли противопоказаний? Желательно, чтобы специалист занимался с вашим ребенком индивидуально. Однако работа в мини-группах тоже допустима. Тем более вашему малышу будет веселее заниматься с другими детьми. Занятия по ЛФК должны быть регулярными, не менее трех раз в неделю. Тогда вы можете рассчитывать на хороший результат. Старайтесь не зацикливаться на одной проблеме. Лечите весь организм. ЛФК не только улучшает здоровье, но и направлено на повышение работоспособности и эмоционального состояния. Поскольку физкультура благотворно влияет на нервную систему, можно смело сказать, что ЛФК положительно влияет и на настроение ребенка. Помните, что эмоциональное здоровье не менее важно, чем физическое. Заметьте, физическая активность стимулирует нервные клетки мозга. А это, в свою очередь, положительно влияет на работу внимания, паники и мышления. Помимо этого, во время физкультуры улучшается кровообращение, и мозг снабжается питательными веществами и обогащается кислородом. Смело можно сказать, лечебная физкультура полезна не только для тела, но и для мозга. Лечебная физкультура помогает ребенку расслабиться, что положительно сказывается на его внимательности. Во время занятий спортом интенсивная интеллектуальная нагрузка временно ослабляется, и у ребенка есть возможность отдохнуть. Кроме того, физическая культура включает рассеянный режим, мышление, а это, в свою очередь, в дальнейшем позволяет решать сложные интеллектуальные задачи. Чтобы точно знать, что положительные изменения происходят, важно регулярно проверять ребенка. Каждые полгода ходите к врачу на обследование и узнавайте у специалиста, дают ли тренировки положительный результат. Если нужно, скорректируйте занятия в соответствии с медицинскими рекомендациями. В том случае, если ЛПК не приносит видимого результата или отрицательно сказывается на самочувствии ребенка, немедленно обратитесь к врачу. Помните, лечебная физкультура – это глина, непростой путь. Но в конце она положительно скажется на здоровье ребенка и принесет ему радость. А еще положительно на здоровье ребенка и не только детей, а еще и взрослых сказывается внимательность и концентрация своего внимания, потому что мошенники не дремлют. Они каждый день придумывают все новые и новые способы, как, так сказать, отнять деньги у населения не совсем честным способом. Ты что-то знаешь? Я знаю, благодаря очень таким добрым людям, которые в социальных сетях рассказали о новой схеме мошенничества, которую используют в банкоматах. Один местный житель почти попался на эту удочку. Как происходит дело? Вы подходите к банкомату и видите, что там осталась чья-то карта. А человек, который только что стоял возле банкомата, вроде бы как бы отходит. Вы его пытаетесь окликнуть и говорить, вот посмотрите, вы забыли свою карту. На что человек вам говорит, да мне неудобно с вами в одной кабинке, помогите мне, достаньте и подайте ее. Но мужчина наш оказался бдительным, он карту доставать этой женщине не стал. На что она ему начала говорить, да что вам сложно достать карту, но мужчина ответил ей молчанием. Тут же за угла появились двое других мужчин, якобы свидетелей, которые спросили, а все ли у вас в порядке. Что хотели, чего хотели добиться мошенники. История точно такая же, как допустим и с каким-то потерянным кошельком, только уже у банкомата. Если вы помогаете владельцу предыдущему достать эту карту, то вы оставляете на ней свои отпечатки пальцев, вас фиксирует камера. Но тут же появляются якобы свидетели, которые говорят, что на карте денег стало меньше, а вы карту эту трогали, вот у нас камера есть, и ваши отпечатки остались, вот вы набирали какие-то здесь кнопки. Не ведитесь, дорогие друзья, не трогайте чужие карты, не доставайте их, не извлекайте, подождите, пока банкомат сам заберет эту карту, не нажимайте ни кнопок отмены, ничего, запомните. Это раз и навсегда. Карта чужая? Карта чужая? Не надо. И деньги на ней тоже чужие. Это если мы говорим о бдительности, а теперь я предлагаю поговорить о досуге, о том, чем вы можете заняться уже совсем-совсем скоро, потому что мы совместно с кинотеатром Горизонт Синема Энд Моушен готовы разыграть два пригласительных на чудесный фильм. Девушки бывают разные, которые, кстати говоря, в прокате всего-то с 10 октября, поэтому совсем-совсем свежи. Что вам нужно сделать для того, чтобы выиграть? Достаточно сразу после нашего эфира, который закончится в 9 часов утра, дозвониться по номеру 201-79-00 и сказать одну лишь фразу «Хочу в кино». Если вы будете первым человеком, кто это сделает, то пригласительные ваши, вот такие мы сегодня добрые и щедрые. Мне очень нравится название этого фильма, потому что девушки действительно бывают разными. А какие будут представления в музыкальном театре в ближайшее время, о премьере поговорим с нашими гостями, которые уже буквально стучатся к нам в двери. Оставайтесь вместе с нами. И мы вновь возвращаемся в студию утреннего телеканала Ростовской области. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. И прямо сейчас я предлагаю поговорить о прекрасном. Ведь 19 и 20 октября на камерной сцене Ростовского музыкального театра состоится премьера «Вечер американских опер». Впервые в Ростове прозвучит опера Дэвида Конта Дэр Волхвов и телефон Джан Карло Менотти. Ну и поговорим мы сегодня об этой премьере с нашими гостями. Режиссером-постановщиком Дарьей Борисовой, которая прибыла к нам из столицы нашей огромной страны, а также с дирижером-постановщиком Алексеем Шакура. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. 19 и 20 октября состоятся премьеры. Это впервые в Ростове, но за эфиром мы с вами чуть-чуть поговорили. И выяснилось, что не только в Ростове впервые. Да, впервые в России. Одна из опер. Менотти – это очень часто исполняемый, особенно телефон. Опера небольшая, камерная, ее исполняют по всему миру и по России исполняли много-много раз. А вот Дэр Волхвов – это правда премьера такая, можно сказать, мировая премьера в России. На русском языке и вообще в нашей стране она будет исполняться впервые. Вот повезло жителям Донской столицы. Определенно. В том, что они станут свидетелями такого уникального события. А как так вышло, что премьера, российская премьера в Ростове? Ну, все-таки принято российские премьеры устраивать, ну, в моем понимании, в Москве, в Санкт-Петербурге. Я очень рад. Я осталась в жизни. Я очень рад. Ростов как-то уже давно впереди планеты. Ну, как? Ну, изначально мы говорили с Вячеславом Митаяфановичем, директором Ростовского музыкального театра, с Алексеем Викторовичем о том, что мы хотим сделать спектакль на камерной сцене. Соответственно, произведения мы искали такие же. И вот в этом большом поиске я вообще очень люблю. Вот Алексей Викторович хотел, чтобы я обязательно в этом поговорила с вами. Люблю камерные оперы и часто провожу такой поиск по всему, каких-то интересных вещей, которые не исполнялись или появились в этом жанре. Ну, и в очередном таком поиске, уже более направленном с точки зрения того, я уже была знакома с труппой, я уже приезжала один раз в Ростов на тот момент, знала примерно с кем буду работать, и вот нашлось такое произведение чудное. И почему бы и нет? Почему бы и нет? И действительно... Нет, я имею в виду, почему бы и нет? Прекрасная музыка, оригинальный сюжет, никогда не стоялась в России, проблем перевода нет. Ну, то есть перевести... Это тот случай, когда все сложилось в эйзе. когда все сошлось, и потом я представила ее и Алексею Викторовичу, и главному дирижеру Андрею Михайловичу Иванову, и всем она как-то запала в душу, так же, как и мне. И вот тогда уже звезды окончательно сошлись. Алексей, ну вы пришли к нам не с пустыми руками. Нет, я пришел не с пустыми руками, безусловно, но мне понравилось, как Даша легко сказала, проблем с переводом нет. Видимо, у нас их нет. Проблем с переводом нет, но есть нюанс. Конечно, конечно. И этот процесс занял не один месяц. У Дарьи все просто. У Дарьи все было... Нет, же не было. Да, нет, потому что время в этой увлекательной работе действительно пролетело незаметно, и цель оправдывала все затраты. Нет, я к тому, что это же не проблема, когда есть английский язык и нужен русский язык. Я думаю, что в общем целом это не проблема, нюансов там очень много. А почему перевод занял такой длительный период времени? Потому что вся мелодика, ритмика этой оперы, они сформированы под английский язык. И плюс, это же не просто перевод, я не знаю, в обычном понимании зрителя, перевод, это вот мы взяли текст и перевели его на русский, и сделали его более литературным. В музыкальном театре это по-другому. Здесь надо уложить, как Алексей Витальевич сказал, в мелодику. То есть не может быть ударение в музыкальной фразе падает на определенный слог. И в русском языке, когда мы ищем подбор в переводе, оно тоже должно соответствовать. Это намного сложнее. Перевод музыкальных произведений это такой плюс 200 к обычному переводу с английского на русский. Поэтому да. В общем, не все так просто, да? Я не знаю, как сейчас выяснилось. Проще к этому отношусь. Мало того, мало того, это еще должно удобно петься. Это просто должно петься. Вот так что были варианты. С некоторыми фрагментами все было сразу действительно очень просто и понятно. А где-то нам приходилось колдовать очень сильно. Я уверена, что телезрители наши и зрители ваши обязательно оценят вашу работу по достоинству. Покажите нам, что вы нам прислали. Да, вот, пожалуйста. Вот так выглядит программка нашего... Как красиво! нашего оперного вечера. Как там романтично все в Латвии. Посмотрите, там мужчина и женщина. Видите, это вот, поскольку это оперная диалогия, и в программке вы можете видеть два таких определяющих объекта. Объекта. Одной и второй истории. Да, которые нам намекают на обе истории. Расскажите чуть-чуть при открытии Завесы Тайны про эти истории. Что там, как там, о чем там. Как там, о чем там. Все очень просто. Про эти love stories. Про эти love stories. Да, мы это назвали love stories. Все в этой жизни о любви. Все, все. Совершенно верно. Ну, и на самом деле, мы даже про нее иногда как-то умудряемся забывать в жизни за какими-то отвлекающими факторами, постоянными делами. Даже о каком-то самом простом. Кстати, о чем, в принципе, и зрителю будет интересно, придя к нам, вспомнить о самом простом. О том, что рядом с тобой. О твоих близких. О каких-то таких вещах, которые вроде бы на поверхности, а ты не уделяешь им достаточно внимания. Вот об этом, ну, это в более философском смысле наша история. А если проще, «Дары волхвов» — это история о Генри. Это все читали этот рассказ. Я уверена, он даже был когда-то, мне кажется, в детской хрестоматии. Тот самый рассказ про чудную пару Джима и Деллы. Только в этот раз композитор Дэвид Конта добавляет туда еще двух персонажей. Это лучшего друга героя и такую подружку-соседку у героини. И разворачивает сюжет на четверых. Немножечко его как-то дополняю. Но оставляю главное на месте. Дары. Те самые дары, которые герои ищут, они их все-таки найдут. Поэтому о Менотте — это сочинение самого композитора. Смена телефон. Телефон Менотте Либретто написал сам композитор. Вот. Никакой оригинальной истории из книг или что-то нет заложено. Придумал он ее сам. Придумал изначально как шутку, дополняя оперный вечер «Медиум». Вообще эти оперы обычно идут у него вместе. «Медиум» и «Телефон» — это такая пара классическая. Вот. Мы их решили разделить. Взять себе только маленькую часть для знакомства ростовского зрителя с композитором. Вообще 20-й век — это же определенная стилистика музыки. Она не такая простая. Кто-то называет ее не такой мелодичной, как более классические оперы. Поэтому мы подходили к этому вопросу так детализированно, чтобы знакомство вообще с музыкой 20-го века было самым приятным, насколько это возможно. Да, Алексей Ильич? Скажите, а на какую возрастную категорию рассчитаны эти премьеры? Мне кажется, на любую. Да, надо не сказать, что есть какой-то... Ну, конечно, маленький зритель 6 лет вряд ли поймет. Ему понравится что-то обязательно, потому что он достаточно красивый. Он отчасти там половина. Вообще в рождественское время это всегда. Дети очень любят Рождество. Он не очень поймет о чем-то, но ему... Но поймет, что очень красиво. Но поймет, что очень красиво. Вот. А так, чтобы с пониманием, да, мне кажется, лет с 12 вполне... Там же нет сложностей никаких. Это же все на поверхности, все о каком-то очень простом, семейном, любимом, дорогом, романтике, любви, каких-то отношениях. Их понимают даже дети. Я уже... Дарья так сказочно и мелодично рассказывает об этом, что не посетить это событие просто невозможно. Алексей, скажите, а помимо того, что были некоторые нюансы в переводе, с какими-то сложностями еще приходилось столкнуться при подготовке премьеры? Безусловно. Вот Дарья обмолвилась о том, что музыка 20 века в самом деле непростая. и мы когда писали статьи к этим программкам от себя, я там так и написал, что для исполнения эта музыка весьма не непроста. Как для солистов, так и для оркестра. И для дирижера в том числе. Но удивительно, мне кажется, она очень ясна и проста для восприятия. Потому что во-первых, это ярко, разнообразно, искренне написано. И это ощущается там, ну нет, на тяжек. Ты сразу погружаешься в атмосферу и в предлагаемые, так сказать, обстоятельства. Вообще удивительно, что музыка тяжела для воспроизведения, скажем так, но очень легка для восприятия. Вы сказали, что были нюансы с переводом, вы сказали, что были нюансы с самой музыкой, были ли нюансы с музыкантами, все все поняли, все хорошо, нет никаких переживаний, есть какие-то необычные моменты? Нет, все все поняли, все ее кто-то сразу, кто-то не сразу. Нужно было вначале погрузиться, почувствовать, выучить наконец. Вот для меня действительно, вот вначале на слух мы еще обменивались, удивлялись, что ж так как-то у нас медленно учится, а на слух кажется, что все так легко, просто, замечательно. Я вам открою секрет, когда я приехала на первый репетиционный блок летом с ребятами, у нас потрясающие артисты, ну правда, они очень талантливые, они очень хотят, они трудолюбивые, но они прям им так не нравилось, им там было сложно учить, что они такие, ну что это за музыка, а кто это вообще придумал? И как сейчас меняется, вот как в процессе, ну чем больше у них материал впивался, и сейчас совершенно другая картина мира, но начало это было так смешно, они прям змеялись, я уверена, что в результате все будет звучать как единое целое, и зритель даже не догадается, что были какие-то сложности при подготовке, потому что, ну так всегда, в любом деле, вначале проходишь какие-то ступени, а потом получаешь шикарный, роскошный результат. Дарья, я знаю, что вы в Ростов приезжаете в рамках сотрудничества с музыкальным театром, скажите, чем вам запомнилась Южная столица, что вас впечатлило? Помимо музыкального театра. Если вы успели что-то посмотреть. Ну, на самом деле, я успела, вот самый первый мой приезд, когда я только знакомилась с театром, у меня было побольше свободного времени, я гуляла просто по улице, и меня впечатлила архитектура, вот то, как сохранилось здесь количество вообще сохраненных зданий, сохраненной архитектуры, строения. Я, во-первых, большой фанат, я в Европу в основном езжу, именно потому, что там тоже очень много сохранено с этой точки зрения старых каких-то построек и улиц, и фасадов. И здесь, вот я была под впечатлением, я ходила прямо и все фотографировала, боже мой, как красиво. Вот, и даже, даже несмотря на то, что я вижу, что не все отремонтировано, но стараются по большей части следить за зданием, но это такое впечатление производит, какой-то прям дух захватывает. Ну, ростовская архитектура действительно может захватить дух. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Я хочу еще раз напомнить, 19 и 20 октября в Ростовском музыкальном театре сразу две премьеры Давида Конта, Дары Волхвов и телефон Джан Карло Мюнотина. У нас в гостях были режиссер-постановщик Дарья Борисова и дирижер-постановщик Алексей Шакура. Спасибо вам огромное. Доброго утра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok